Здравствуйте! Вы смотрите кулинарный проект на твой вкус на телеканале Арктик ТВ. Программу для тех, кто любит хорошо приготовить и вкусно поесть. С вами Татьяна Юлусова. В здоровом теле здоровый дух. Готовить вкусно и разнообразно на протяжении 7 недель Великого Поста не так уж и просто. Пост предполагает отказ не только от мяса, яиц, молока и других продуктов животного происхождения, но и правильное сбалансированное питание, богатое витаминами и питательными веществами. Итак, сегодня мы, как всегда, на кухне гипермаркета Твой. Наш шеф-повар с нами Игорь Голев. Игорь, привет! Привет, Тань! Так, что мы сегодня готовим? Ну, так как тема у нас сегодня постное блюдо, вот, поэтому мы сегодня приготовим очень интересное блюдо болгарской кухни. Вот, я думаю, что уже по названию болгарской кухни понятно, что здесь будут преимущественно овощи, да, зеленые овощи. Болгарский перец, наверное. Болгарский перец, обязательно будет болгарский перец, два видов, причем по разноцветности. Вот, мы приготовим, ну, на русский это переводится, что это будет плов из фасоли. То есть, плов, как же так, плов это рис, да? Да-да-да, у меня сразу ассоциация. Нет, рис мы отсюда исключаем, а будет у нас фасоль. Так как у нас программа постная, это блюдо в Болгарии используется с добавлением мяса, да, либо использует курицу, да, либо использует говядину. Но так как в пост мясо есть нельзя, что мы будем... Да, да, мы будем использовать у нас как раз фасоль и заменит фасоль и грибы. У нас 90% заменит тот белок, который, в принципе, содержится в мясе. Поэтому вот из этих всех компонентов мы постараемся приготовить это блюдо. Я смотрю, ты уже начал готовить. Да, мы поставили маленький казанчик, поставили фасоль. Фасоль мы взяли, микс фасоль, три вида фасоли. Это черная, белая и красная фасоль. Вот, что мы сделали заранее? Мы ее на ночь замочили холодной водой. Сейчас мы ее на сильном кипяте 20 минут поварили. И сейчас где-то в течение часа будем доводить ее до готовности на медленном огне. Все. Потом мы сольем водичку, никакой соли мы ничего не добавляли. В принципе, основа наша будет готова. Что мы можем сделать, пока доходит до готовности наша фасоль? Ну, здесь-то она пусть как бы и готовится. Мы будем готовить основные ингредиенты, но основу для нашего плова из фасоли. Грибочки резать? И грибочки резать в том числе. Первый мы начнем, это болгарский перец. Ты же тебе оранжевый, мне красный. Слушай, вот оранжевый, красный, есть желтый и зеленый. Они как-то отличаются по вкусу? Какие выбирать? В принципе, цветовая гамма, да, это все зависит от веществ, которые дают им цвет, да. Вот. В принципе, по вкусу они не отличаются, только иногда зеленый перец немножечко бывает горчат, да, горьковатый. Вот. Соответственно, потому что он зеленый, почему? Потому что он еще, можно сказать, не дозлил. Да, поэтому вот он именно и горчит. Вот так миленько-миленько мы будем резать. А, кубик. Все правильно, все правильно. А я повторяю. Сначала соломка, да, а потом кубик. Я все подглядываю и повторяю. Все верно, это хорошо. Поэтому для чего мы выбираем, там, мы добавляем перец светофу, разноцветный перец, чтобы в блюде как бы гармонировали краски, цвета. Только из-за этого. Ну, так, чтобы веселее было смотреть. Пока казанчик у нас разогревается, мы добавляем оливковое масло. Так, хорошо. То есть мы сейчас будем делать такую зажарочку на оливковом масле. Ну, немало так мы его добавили. Да, да, да. Хорошо мы его добавили. Нам нужно так хорошо-хорошо это все зажарить. Это блюдо часто готовится на открытом огне. Да, вот. Ой, как у нас пожар. Легкий дымок такой, да. Легкий. Надо скорее резать, а то... Ничего, мы вот успеем. Здесь самое главное сейчас хорошо-хорошо сделать зажарочку вот этого. То есть прожариваем, да, воды ничего не добавляем? Никакой воды, именно масло. Болгария, так как рядом там также и Греция, вот. Они также любят готовить на... Ну, большинство готовят используют оливковое масло. Вот, поэтому... Вообще оливковое вот лучше, да, наверное, вот по всем, да? Она все-таки ему более доверяешь, она более натуральная, поэтому... Так, вот. Там очень натуральная, лучше, чем, да. Ну что ж, потихонечку ты можешь уже нарезать грибочки. Так, как мы режем грибочки? Сколько? Все грибы будем резать. Все, что здесь есть. Грибочки режем пополам и еще наполовину. Продолжаем обжаривать. Так, пополам. Да, 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 и еще вот так вот, да. Я же, понимаешь, я не волшебник, я только учусь. Здесь нужно примерно сделать, чтобы грибы же ужарятся, да, чтобы у нас примерно было все одинаковых размеров. Нет каких-то определенных... Сиджи, за сколько грибы обычно ужариваются? Бывают и на 60% они ужариваются. То есть, ну, в основном, это от 40 до 50. Все зависит от того, что за грибы и как мы их жарим, какие способы. Мы же можем еще добавить грибы, которые собирали в наших северных лесах. Да, мы можем добавить... Поксиновики? Да, да, да. Да, все подбережки. Так, морковку мы вперед шампиньонов, потому что ей надо будет немножко... Она пожестче, да, как бы, мы поэтому сначала перчик добавили, да, потом морковку. А расскажи еще про болгарскую кухню, что, из чего она в основном состоит? Ну, болгарская кухня, она очень интересна, да. Во-первых, к ней очень много же входит овощей, да, зелень, традиционные сыры входит, да, там и жареный сыр, супы из сыра, соусы тот же из сыра, вот это сыр брынза, да, домашний этот, который... Поэтому тут очень много-много, много можно говорить про болгарскую кухню, и все очень просто. Нету там, там, какие-то там, как какой-то другой кухни, там. Она не замороченная. Свет прекрасный. Да, вот мы его зажариваем, видите, вот здесь самое главное, его хорошо зажарить. Вот, что прям вот, если мы сейчас, как бы, просто начнем все какие-то нет, и сбросаем, там, добавим, там... Такая осень какая-то, да, 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 золотая. Мы все знаем, что плов готовится там в конце, всегда в рис добавлять воду. Воды здесь не будет вообще, ну, только то, что в овощах. Мы вместо воды добавим томатный сок, как делают болгары, поэтому... Как интересно, это у нас плов без риса, без мяса, еще и с томатным соком. Вот теперь мы добавляем лук. Пришло время добавить лук. Сейчас мы добавим лук. Много лука? Да, да. В принципе, так же, примерно, как бы, все один к одному мы делаем, как и на такой плов, ну, немножечко-немечко поменьше сделаем. Здесь появится уже, как бы, вода появится, да, немножечко. Ну, влагу лук будет отдавать свою. Ну, а грибочки, мы как бы их на поток. Первое, что беспокоит тех, кто решил поститься, это отказ от мяса. Но приятная новость состоит в том, что восполнить все необходимые элементы помогут такие продукты, как соя, грибы, орехи и бобовые. Итак, у нас обжарка уже приобрела такой осенний красочный цвет, да, чтобы съемка. Ну, все зажали, даром мы это делаем все в казанчике, да, потому что, в принципе, получается то, что любят болгары, когда вот все это хорошо зажарено. Немножко имитируем. Масло так много прям блестит. А его, смотрите, много, да, но только вот мы делаем, его практически есть и нет. Оно все впиталось. Да, потому что это все-таки оливковое, не так много, как обычно. Так, мы добавляем грибочки. Ну что ж, добавляем грибочки, да. С любовью мои порезанные грибочки. Ага. Сейчас у нас все такой процесс зажаривания. Вот, нам как можно лучше можно все это хорошо зажарить. Для чего? Это будет отразиться на вкусе. Скажи, а влияет как-то на вкус то, в чем мы готовим? То есть у нас чугунная такая посуда, да? Если мы делали это в кастрюле, у нас не получится зажарить. Больше отварить, приварить, как бы, да, потушить, как бы. А вот непосредственно зажарить, да, что? Потому что в богатской кухне практически даже, если дом даже, кто-то, везде. Можно на сковородке, наверное. У всех есть камины, там, да, каминчики, барбекюшницы такие, да. Как бы, как печечка, да, куда можно и казанчик поставить, вот, даже супчики. То есть они вот любят это все делать на открытом воздухе. Конечно, вкуснее будет казанчик. Вот, это... Кстати, в гипермаркете Твой во время Великого Поста вы сможете найти огромное количество продуктов, из которых сможете приготовить дома. Но также гипермаркет Твой подготовил приятный сюрприз для тех, кто постится. Это вкуснейшие, постные, полезные блюда. Игорь, у нас грибы немножко уже ужарились, да? У нас уже, да, в принципе, у нас здесь уже как бы все готово. Но сейчас пришло время добавлять специи, но не соль. Потому что сейчас мы сюда, видите, смотрите, у нас... Солить не будем? А посмотрите, у нас вот, как вот даже видно, у нас все, ну, не слипся, нет кашицы такой, да. То есть все равномерно. Если мы сейчас добавим соль, у нас превратится, это может в кашица такое. Суп получится. Да, ну не суп, конечно, но не хотелось бы. То есть все нужно постоянно помешивать, да, когда готовы? Да, обязательно, видите, обязательно, как бы, да. Волгаре, если в большом году, они так стоят, так вот так. Большими ложками, да? Да, это все красиво смотрится на самом деле все это. Ну что ж. Так, какие приправы, специи? Что мы сейчас, да, мы сейчас добавим куркуму. Куркуму вот я добавлю. Так щедро я ее добавлю. Барбарис я добавлю чуть-чуть попозже. Мускатный орех. Так, а это у нас красный. Это паприка. А, паприка. Это сладкая паприка. И хорошо, хорошо все это перемешиваем. Ну и теперь, как бы, сейчас начнется самое интересное. То, что отличает от приготовления любого другого плова, томатный сок. Вот он, для чего был томатный сок. Вот для чего был, да, томатный сок. Многие, наверное, подумали, что томатный сок запивает. Я думала, пить будем, да? Сколько нужно сока? Ну, здесь надо смотреть, потому что часть сока мы добавим сейчас, и часть сока мы добавим, когда добавим фасоль. Вот, да, чтобы немножечко у нас это... Чтобы фасоль тоже, да? Да, да, да. Что у нас такое получится, это блюдо такое, в отличие от плова, это не сухое блюдо, а именно с таким, как бы, вот, как бы с подливочкой. Так вот эта подливочка как раз будет олицетворять наш как раз сок. А если помидоры просто добавить? Помидоры мы тоже добавим, но будет чуть-чуть не то. Помидорки мы сейчас добавим. Вот, как раз можно будет сейчас потихонечку их уже порезать. Сейчас, в принципе, надо будет уже переключать с большого огня на маленький. Не томатную пасту, вот, лучше сок, правильно, да? Обязательно, лучше сок. Томатная паста все-таки не то, именно, томатный, томатный сок. Так вот, хорошо добавляем. И постоянно все ее заметил, ты прямо активно... А я несколько раз, как бы, добавляю, обязательно перемешать, потому что казанчик был горячий, сейчас мы снизили огонек, чтобы у нас ни в коем случае ничего не подгорело. Это уже вкусно. Вот это блюдо уже можно кушать. Уже можно. Да, уже можно кушать, но нужно сделать его еще вкуснее. То есть, хлоп с фасолью, поэтому... Да, 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 фасоль у нас почти уже готова. То есть, представляете, когда мы добавим все это в фасоль, что у нас вместе получится, да, будет сочно, такое, замечательно. В принципе, к чему мы стремимся, да, что ли? А фасоль можно любую использовать? Я смотрю, она у нас такая разноцветная. Она разноцветная, да, мы микс взяли фасоль, как бы, она, например, красиво смотрится. Можно и любую, да? Можно и любую фасоль. По времени они варятся одинаково. Есть фасоль, которая варится 4,5 часа, там, удлиненная, да, там. Даже так? Больше даже, есть 6-ти частовая фасоль индийская. Но про них сейчас не будем, да. У нас нет столько времени. Мы выбираем, да, ту фасоль, которая... Побыстрее. Да, и которая используется в традиционной болгарской кухне для приготовления этого. Раз они используют такую фасоль, значит, кто-то это придумал. Не просто так. Другой фасоль не было снизили, видите, да, и потихонечку, как я сказал, что у нас не должно ничего развалиться, а именно быть как таким. Сейчас у нас, например, это такое рагу такое, да, интересное такое. Ну, пусть оно, как бы, пока этим и останется. А пока наш плов доходит до готовности, далее вы узнаете, что мурманчане предпочитают готовить во время Великого поста. Я знаю постное меню, но сама-то не придерживаюсь. Привыкну уже. Сил и воли не хватает. Для здоровья после зимы, наверное, полезно очистить организм. Думаю, что полезно. Ну, сама не занимаюсь. Наверное, можно чем-то заменить. Мясо – это белок, наверное, какой-то другой продукции можно. Здоровый человек, то можно поститься, если что-то есть с желудком, что-то такое, пост такой не выдержишь. В нашем возрасте и на севере после полярной зимы батюшка сказал, не обязательно. Самое главное – не ругаться, делать хорошие дела. Вот это будет хороший пост и очищение души. А я напоминаю, мы находимся на кухне гипермаркета «Твой» и готовим постное болгарское блюдо – плов из фасоли. Практически мы его уже приготовили. Ну что ж, фасоль, да, у нас… Мы фасоль слили, видите, да, фасоль у нас также слили. Она у нас до полуготовности, но не совсем еще готова. То есть мы будем доводить здесь, непосредственно в Казани. Что сейчас добавляем? Вот пришло время добавить соль. Вот как раз в самую последнюю очередь. В самую почти завершающую очередь, да, добавляем соль. Перемешали. Что, теперь нам надо… Берем помидоры черри. У нас есть, да, помидоры черри. Режем. Режем. Пополам. 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 И бросаем помидоры. Помидоры и томатный сок. Они дойдут до готовности, как бы в середине слоя у этого, да. Дальше у нас идет барбарис. Также мы его бросили. Ну да, все-таки какой же плод без барбариса. Куркумы там осталось немножко, она нам не повредит. Ну и теперь самое интересное. Зелень. Зелень, да. Много зелени у нас здесь. Много, много зелени. Начнем, пожалуй. Потому что часть зелени у нас будет добавляться вот в серединку, в серединный слой. Я пока раскладывалась, ты уже все порезал. Белую часть, да, оставляем? Да, только добавляем белую часть лука. Нет, все добавляем. Все добавим, мы все добавим. Давай, я пока петрушечку порежу. Ароматную, душистую. Болгары очень любят зелень, она нехорошо так растет. Она у них очень вкусная. Ну и в пост тоже нужно же кушать побольше зелени. Что мы сейчас будем? Опять томатный сок добавляем. Добавили томатный сок. В принципе, это количество нам хватит. И фасоль. Фасоль, да. Спасибо. Фасоль, но обязательно, чтобы... Мы ее, видите, как ложечкой дырочки, чтобы слить воду, да? Мы добавили, в принципе, все основные компоненты данного блюда. Теперь нам надо закрыть это крышкой. Немножко увеличить температуру и ждать около 25 минут. Перемешивать в процессе нам ничего не надо. Ничего не нужно, да. Сначала даем более высокую температуру, потом снижаем ее. Только, получается, ждем. Итак, мы сегодня на кухне гипермаркета Твой готовим постное блюдо. Это у нас необычный плов. Уже приготовили его. Да, уже приготовили с фасолью. Да, плов из фасоли. Он, конечно, намного отличается от личного вида по такому плову. Консистенция другая. Перемножечко с бульоном блюдо. Но мы называем его плов из фасоли. На болгарский манер. Блюдо, да. Болгарская курина. Ну что ж, открываем то, что мы приготовили. Ох, как все ароматно, красиво. Ну что ж. Выкладываем, да? Да, пришло время все это выложить. Сейчас прям берем их, прям, потому что мы их хорошо перемешаем. Прям середочки так начнем делать. Красиво. У них очень простое украшение. Нет никаких заморочек, ничего. Ну, с одной стороны, в принципе, да, а, может быть, и заморочки никакие не нужны. Да, что ли? Ну что ж. Все, у нас блюдо готово. Блюдо готово, да. Ну что ж, мы сегодня доказали, что поститься можно и совсем без вкусных лиц, да? Ищите блюда в других кухнях, и питание во время Великого поста будет разнообразным, питательным, вкусным. И скорее записывайте рецепт. И так, если вы решили поститься и соблюдать правила Великого поста. Все продукты, необходимые для приготовления блюд, вы можете приобрести в гипермаркете твой, а также... Также вы можете приобрести эти же постные блюда на разных манерах. Приходите, пробуйте. Экспериментируйте. Самое главное, не бойтесь. До встречи на следующей неделе на Артик ТВ. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова